Секундочку. Ну давай, Дмитрий, настройся. Да, да. Здравствуйте, дорогие подписчики. Это канал Бородач ТВ. У нас сегодня в гостях представитель Совета Депутатов Николай Панченко. И мы как раз вот хотели задать вопросы, которые накопились в течение определенного количества времени. Наболевшим. Наболевшим, да. Также у нас основной вопрос на повестке дня это наши будущие кандидаты. То есть мы хотим поподробнее узнать о них. И вообще чем отличаются депутаты, которые избираются в государственном духе и в местном. Нас лайки ставят. Лайки, лайки. Поздоровайтесь. Добрый вечер, уважаемые подписчики Бородач ТВ. Тему уже озвучили. Группа Бэклист. Группа Бэклист, да. Всем здравствуйте. Постараюсь ответить на все вопросы, которые будут. И кратко постараюсь рассказать вообще про систему нашей власти. Чтобы вы понимали, за что вообще отвечают местные депутаты. Что вообще это не к нам и мимо, да. Поэтому начнем. Начнем, наверное, с вопроса, да. А как вот вы пришли все-таки в совет депутатов? И вообще вот как вот немножко причина ваша была. Причина в чем была. Я со школы активно очень интересовался политикой. И вообще стал знаниями, историями, во всяких олимпиадах участвовал. Даже где-то там местных занимал, да. То есть после этого я поступил в Академию Госслужбы. А еще будущее в институте я попытался создать свою первую только молодежную организацию. Называлась «Новая волна». Там из моих одногруппников, школьников, школьников, одноклассников тогда тогда называли. Одноклассников она состояла. И такую историю могу рассказать первый наш опыт, который меня подтолкнул в дальнейшей работе. Вот мы решили, нашли памятник, который надо будет реставрировать. Мы приходим к депутату Государственной Думы Южилин такой был, представитель его администрации сидел. С парнями приходим, молодые, 10 класс. Говорим, так и так, вот памятник нам надо 400 рублей на краску, на щетке, на кисти. Напишите официальный запрос. Написали запрос. Оставили запрос. Приходит письмо. Извините, денег нет. То есть у депутата Госдумы не оказалось 400 рублей на реставрацию памятника. Письмо это сохранилось, до сих пор лежит. И после этого я понял, что надо что-то иметь. Потому что когда нет людей, которые зарабатывают миллионы, там, Южилин, это порты, областные, все, так вот, ну, достаточно известные товарищи. Нет 400 рублей на памятнике. Коттеджные поселки растут, а памятники хереют, так? Да, ну, по сути так. И я решил, что мне надо в этом плане развиваться. И пошел в Академию Госслужбу, поступил. Там создал студенческий совет на первом курсе. В Академии. В Академии, да. Вон там работу, потом газета «Пятилетка» у нас там была. Тоже наша студенческая, редактором был газеты. И после этого, ну, тоже продолжали реставрацией памятника заниматься. Вот ездили по нашему деревням заброшенным, которые разрушены во время войны. Все это восстанавливали. И в один прекрасный момент мне звонят из Санкт-Петербурга. Появилось такое движение «Наше». Это движение «Наше». Говорят, мы видели там ваши статьи в газетах, там про вас пишут. Памятники вы какие-то ремонтируете. Вот нам это интересно, патриотическая работа с молодежью. Там не хотели бы с нами встретиться, присоединиться. Ну, с этого момента я встретился. Мне понравилось там, как все организовано у них. Как все четко, понятно. Какие-то мероприятия. Мероприятия денег не давали, но поддерживали всякими техническими возможностями. Краску, тут надо, бери краску и где грась там. То есть, все. И так все закрутилось. Я в этом, получается, в институте уже стал на четвертом курсе работать. Устроился, владел молодежью наш. Организовал мероприятия городские разные. Там просто Олеся Кузюткина со мной была, вместе мы с ней вместе пришли. Олеся сейчас у нас начальника отдела молодежи. В 2009 году я заканчивал институт. У меня уже достаточно большое количество людей. Актив было в нашем движении порядка 200 человек в городе. То есть, очень крупно. Мы возили очень много людей в Москву на разные акции. Совершенно бесплатно. Все. Этих денег, которые говорят, что там нашистам, проплачивают. Все остальное. Ни один человек никогда никаких денег не получал. То есть, это было за идею. Некоторые люди, когда мы рассказывали, говоришь, что там плакали. Ну, потому что есть идея, есть какое-то мероприятие полезное. Тогда люди готовы в него вкладывать. То есть, в душу. То есть, ладно так вот просто. Ну, и то, что не соберешь народ, если нет, на правил. Да, если нет нормальной идеи. Причем не просто наехать, а надо было ехать. Не надо было выполнить условия определенные. То есть, пройти какие-то мероприятия. Получается в акциях. Не знаю, если там была акция «Возвращенный праздник». Собрать подарок ветерану. То есть, дети, люди, молодежь делают это все. Приходило. То есть, штат, так у меня в квартире, у меня постоянный поток людей. Туда-сюда. И вот в 2009 году я заканчиваю институт. И мне предлагают стать... Ну, говорят, не хочешь попробовать себя депутатом? Я говорю, ну, почему нет? Почему нет? Когда есть возможность что-то поменять. Я становлюсь в 2009 году депутатом от «Единой России». Подождите, уже сколько лет получается? 2009-го? Уже, получается, восьмой год. Тоже ветеран, получается, депутатской сцены. Да, получается так. Ну, я в 23 года стал депутатом. Можно уже говорить о призвании, да? Ну, я надеюсь, что да. Потому что те люди, которые меня выбирают, второй раз мы выбрали, значит, доверили, что я решаю их вопросы. Вопрос сразу, да, по поводу новых выборов. У нас же, я так понимаю, 19 округов в нашем городе. 20. 20 округов, да? 20 округов. Это, как-то, поделено по какому-то определенному количеству? Округа поделено... Город поделено на 20 частей. Примерно по 3000 избирателей на каждом округе. То есть, где-то 2700, где-то 3. Ну, примерно ротация такая одинаковая. И за каждым из округов закреплен один депутат. Ну, округ, это округ, который находится за Москвой. Там, в 10-м округе. Молодежь. Москва, это не мы? Не наш округ? Нет, не мы себе. Именно поплохело, просто вдруг не выберут. Нет, нет, нет. Маленький, маленький округ. Там, как, пятитажные дома вокруг. В основном находится. Ограничен с шестой школой. Там, ну, дорога вокруг Москвы. То есть, это уже второй раз не избрали. Первый раз были, тогда, когда избирали, были большие пятимандатные круга, когда этот округ тоже входил в том числе. То есть, были круга, тогда было, получается, если сейчас по 3000, то 15 тысяч избирателей. То есть, первый раз от Демиросии сбрался. Создал молодежный центр у нас в городе. Который... Как это называется? Молодежный спортивный центр, который сейчас диалог. А, город. Я основатель этого центра у нас в городе. То есть, да, известно. Мы просто не сами приезжие. Но уже наслышанное дело. Сейчас его Михаил Курочка ведет. Я четыре года был директором его. Мы находились в другом здании. То есть, ну, сейчас Михаил все хорошо. Там, ну, недавно мероприятие проводили. Приезжал этот профессор в Германии. Дебыщая невеста там, этот, Герсон. Вот, ну, интересно. Мероприятие. Так что, работа с молодежью. Я работал много с молодежью. И вот, в 2011 году, я выхожу из Единой России, потому что, ну, бардак творится, да. Когда ты в Единой России там на месте, тебе не дают ни голосовать, как ты хочешь, ни это. То есть, есть фракции, фракции решают все. То есть, фракции, руководство, как скажет, так все и делают. То есть, нет свободы действий. Ну, по сути, похоже, да, на КПСС. Как бы, я партию там поддерживал до этого, да. Мне Путин нравится, как бы, мне сейчас он нравится, да. Я считаю там, пока альтернатив нет. Но Единая Россия, как может, партия там изжила себя, потому что нету развития, мы стали на месте. И в 2012 году, вот как раз вот, появилась эта партия «Умная Россия», которая федеральная, она сделана была на базе части там проекта «Года молодежи», разных там активных предпринимателей со всей страны собрали ребят и сказали, что, ребята, давайте двигайтесь. Но потом это все дело забросили в Москву и сказали, что никому это ничего не надо. Но если никому ничего не надо, то, естественно, не надо. Ну, на самом деле же, вообще в любом начинании, в любом деле, да, то есть, кажется, что вот, ну, когда что-то новое придумывается, да, нужно потратить очень много энергии, то есть, и в какой-то определенный момент кажется, что, как бы, нет возврата. На самом деле, надо чуть-чуть подождать, посмотреть, и если, скажем так, это нужно людям, она все равно потихонечку может жить. То есть, они не в тех масштабах, как оно может быть изначально в плане, но все равно могло бы жить. А дальше-то что? Ну, 11 год, да? Создаю партию эту. У меня 9 региональных отделений. Партия сейчас как она называлась? Называлась «Умная Россия», сейчас партии-то нету. Она ликвидирована была в 2016 году, в декабре с ней. Но мы из нее вышли раньше. Потому что, когда мы поняли, что в этой партии ничего ловить, мы лучше сами по себе будем, да, чем с какой-то партии, которая не помогает, никак ничего не делает. Поэтому у нас вот фракция наша «Мой сосновый гор» называется, Ну, мы были администраторами «Мой сосновый гор», когда мы собирались, поэтому так и назвались. Поэтому, ну, работаем в этом направлении, потому что нам, вот наша группа, «Мой сосновый гор» имеется в виду депутатская фракция. Наверное, единственные депутаты, ну, во-первых, мы молодые предприниматели все. Денис Понничев, я и Антон Силаев. То есть, у нас есть некоторые средства, и мы на свои средства в наших округах делаем некоторые вещи. То, чего себе не могут. Это очень важно. Это очень важно. Когда, ну, да, причем, это все, что вы делаете, но до сих пор находятся на своих местах же, правильно? Да, да, да. Вот нас там многие, как сказать, ругают, что вот там перилы выставили, там еще что-то оставили. Хорошо, да, мы ставили там, допустим, перилы какие-то, но наши перилы, они ставят до сих пор, да? А бумага, которую там раскидывали по ящикам, которая была потрачена в разы там больше денег, она вся уничтожена, то есть, ее нету. То есть, мы спилены деревья, загажены окружающиеся всегда этой бумагой. Я думаю, как раз нужно вот вопрос зачитать, в принципе, как раз вот. А давайте, может быть, сейчас вот мы расскажем про Совет? Да, да. А потом потом расскажем. Просто, итак, что такое Совет Депутатов? А Совет Депутатов, как можно говорить, 20 человек избирается по одномандатным кругам у нас, в каждом году есть 3000 избирателей. Ну, приходят на выборы, дай бог, 40%. То есть, 40% жителей решает, кто не будет депутатом. Ну, сейчас вот после эфира, наверное, ближе к 50-ти с месяцем. Ну, дай бог, если это будет. Господа, ну, придите на выборы. Это, я еще впустим, почему это важно, да, приходить на выборы. Итак, как выглядит наша вообще система власти? У нас есть глава муниципального образования. Это самое главное. Глава муниципального образования выбирается из состава Совета Депутатов. То есть, выбрали 20 депутатов, и они выбирают главу. Глава, в свою очередь, после этого назначает главу администрации. То есть, глава муниципального образования, он же председатель Совета Депутатов, подписывает контракт на основе конкурса. То есть, образуется конкурсная комиссия, в которую входят четыре депутата, я вот входил в состав конкурсной комиссии как раз, когда выбирали главу администрации, Садовского туда выбирали, я как раз входил в эту комиссию. И четыре представителя от области. Два от правительства и два от ЗАГСобрания. То есть, собирается вот 8 человек, выступают кандидаты. Кстати, двух кандидатов всего двое было. Садовский и какой-то архитектор. То есть, ну, архитектор был, честно скажу, вообще ни о чем, да, а Садовский тогда грамотно. Управленец. Да, управленец. Я голосовал за Садовского, да, там баня систему по максимуму поставил. Заметил просто даже. Как начало. И я не понимаю, да, так, так, по-хорошему, да, как бы, глава у нас адекватно, но и она работает, поэтому пускай там дальше работает, не считая. Поэтому с этой стороны, вот, что делать с этим податком? Он выбирает мэра. То есть, и потом этот мэр, родоначальник, глава администрации уже идет работой. Шевелит. Шевелит. Или не шевелит всю администрацию. Да. После этого, получается, ну, вот мы подписали контракт с главой, и глава назначает себе этих замов всех. Это не касается Совета депутатов. Совет депутатов формируется дальше по следующему принципу. Есть четыре комиссии. Там по социальным вопросам, по земле, экономике и строительству, потом по архитектуре и градостроительству, и комиссия по ЖКХ транспорту и безопасности, которую я сейчас, собственно, не возглавляю. Вот, вот кому вопрос, да? Вот мой любимый вопрос. Сейчас, сейчас, да. Все это расскажу, я расскажу, почему. Четыре комиссии. Депутаты сами определяются, куда они хотят вступить, но комиссия должна состоять не менее чем из пяти депутатов. То есть пять депутатов, тогда комиссия есть. Если нету пяти, комиссия неполновой. Добавляйте внимание, господа, вот кто слушает, да, вот первый раз я вижу человека, который структуру рассказывает, что вообще в городе, как это устроено. Вот это классно вообще. Ну, давайте дальше. Да. И, естественно, выбирается председатель у каждой комиссии и заместитель. Сразу отвечу на вопрос, когда люди говорят, депутаты идут туда, там, деньги большие зарабатывают, там, нихрена не делают. Во-первых, депутаты муниципальные работают полностью на общественных началах. У нас есть только два человека, которые зарабатывают деньги. Это глава муниципального образования, председатель сады депутатов и его заместитель. То есть они получают официальную зарплату, они не работают, а все остальные депутаты работают на своих предприятиях, кто бизнесом занимается, кто еще чем-то, да, кто врачи, там, неважно. И они получают зарплату на своем рабочем месте. То есть никаких денег, деньги получают, получается, компенсация, это называется, две с половиной тысячи получают депутат в месяц, компенсация за проезд. Ну, на связь. На связь, ребята так, блин, может, я вам расскажу. Нет, можно действительно, забросимся немного депутатам, чуть-чуть поможем, потому что на две тысячи... Просто депутаты активные, да, люди, и кого-то туда, как бы, партия направила, да, там, кому-то это реально интересно, кто-то хочет реализоваться. Вот как можно, например, заниматься, ну, фокус внимания, когда у тебя рассеян, ты и в депутатстве, и еще на работе на своей, там, да, кихотишься. Это можно так сделать? Я считаю, что... Нет, можно. Депутат, ну, как бы, если, ну, смотрим, да, структуру, как работать с депутатом. Есть одно обязательное заседание в месяц с Совета депутатов. Перед заседанием Совета депутатов обязательно проходят комиссии, которые приносят вопросы на Совет депутатов, ну, и плюс работают депутаты с избирателями, там, ну, обычный депутат вечером встречается с избирателями, ну, после работы, как хобби, такое, или нет. А где вы встречаетесь со своими избирателями? Есть, ну, у нас есть администрация помещения, сайта 327-ое, и там официальные приемы проходят, там, но... Ну, каждое свое время просто. Свое время, да, да, да. Либо, вот, я там не особо люблю принимать, да, потому что людей мало приходит, проще когда-то ВКонтакте тебе пишут люди, ты сразу раз подъехал, сразу все посмотрели, там, все, что они сделали, там, запросы отправили. То есть так более эффективно получается, чем, ну, сидеть там на месте, ждать, когда к тебе кто-то придет. Все. И вот эти комиссии, четыре, они формируются и начинают работу. Допустим, наша комиссия по ЖКХ, да, вот, когда все говорят, там, ЖКХ, там, давай, заставьте в работе с управляющей компанией, я вот честно вам говорю, что мы вызываем к себе эти управляющие компании, но Совет Депутатов не может ничего сделать с управляющими компаниями. Тут просто мы можем их выслушать, жителей выслушать, мы выступаем в роли арбитров, арбитров между жителями управляющей компании, они говорят, вот, мы писали, вы не сделали, есть один механизм, который депутат может применить, вот, мы его использовали, как раз, онлайн-приемный аппетитент. Нет, 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 именно, именно механизм, который позволяет депутату, реально, когда повлиять на управляющую компанию, это когда тебе обращаются жители, вот, у нас, как раз, вот, Катя Лаврентьева, да, помощником, это всего 9 депутата, у нас с ним дом работает, и она вот помогала нам составлять по одному из домов, я сейчас не могу сказать адрес точно, не буду брать, этот, в общем, дом, управляющая компания социумстрой говорит, крышу мы не делаем, это капремонт, подвал мы не делаем, это капремонт, составляет письмо жилищную инспекцию Ленинградской области, вручает руководителю этой жилищной инспекции, и у чуда, вдруг это оказалось полномочия нашей управляющей компании, и социумстрой сделали крышу, и подвал, и все остальное, да, то есть, люди довольны, все счастливы, то есть, механизм управляет, это единственное, что очень депутатский запрос на жилищную комиссию, других вариантов нет, к сожалению. У меня это как раз вопрос по управляющей компании, да, где теряется информация, дело в том, что, когда нам доставляют две точки, да, то управляющая компания ссылается на постановление, да, я так понимаю, что вот меньше вот столько-то, ну, такой определенной стоимости квадратный метр не может быть, да, вот, получается, что, когда скидываются вот эти цифры, там вот эти постановления, да, есть определенные нормативные документы, да, то есть, где вот эти все делаются расчеты, так вот, каждый дом, его же по-разному нужно считать, да, там, например, есть детейтажка, там, да, есть общежитие, там, есть пятиэтажка, да, вот, вопрос-то в чем, просто эти нормативы, они, конечно, скажем так, советского периода, да, то есть, делались, то есть, единственное, что сейчас, вот новое, это применяется только вот как бы повышающий коэффициент, вот, дело в том, что там вот большой перечень объем работ вообще, ну, большой объем работ вообще там переставлен, а на выходе, когда мы платим вот управляющим компанией, получается, что что-то не доделают, где-то теряется вот эта информация, хотя они ссылаются, когда выставляют питочек, что вот есть такое-то постановление, что именно там, главное, у вас договор должен быть, управляющий компанией, в котором прописана, по идее, та цифра, о которой вы договорились, да, вы можете ее сделать меньше, понимаете, вы можете сделать ее больше, но управляющий компанией говорит, хорошо, вот вы хотите вместо 10 рублей, но мы вам не будем там мыть полы, там, допустим, либо еще что-то делать, то есть, это... Нам надо бы знать, как бы, что... Вы только что сказали, вот, можно в комиссии, да, по... Жилищная инспекция Ленинградской области, есть такая комиссия. А как туда вообще, как туда дописаться, достучаться? Я просто хочу... На сайте правительства Ленинградской области, есть информация, да, Жилищная комиссия Ленинградской области. Есть проблемы с управляющими компаниями, пишите прям туда непосредственно. У нас просто есть... Но депутатам, в чем плюс депутата, да? Депутату должны отвечать... Быстрее, да? Быстрее, да. Администрация обязана отвечать на течение 14 дней, то есть депутат имеет право зайти к любому, там, начальнику администрации, в главе города, в неприемные дни. Поэтому депутат такой проводник между жителем и администрацией, и другими всякими учреждениями, которые могут пойти и быстрее решить вопросы жителей, чем... Чем сами жители ожидаются, они собирают комиссию. У меня есть очень классная компания, любимая, да? Агентство эксплуатации недвижимости. Просто называется эксплуатируем недвижимость, но ничего с ней не делаем. Просто дали какую-то такую недвижимость, и они ее просто эксплуатируют. У нас просто убитый приезд, парковый 48, они иногда нам ремонт сделали. Я просто знаю, я помогал у себя на округе в одном подъезде как раз договариваться управляющей компании, чтобы мы все-таки сделали ремонт. Но у них схема сейчас такая, 50% ты платишь своих денег, то есть дом скидывается 50%, а 50% управляющая компания ремонтирует. То есть выход, я считаю, конечно, что должны ремонтировать управляющие компании. А лицензию можно назвать управляющей компанией? Вот. Различные инспекции и можно назвать лицензию управляющей компании, поэтому они их очень боятся. Так. Сколько можете, например, заявок принять? Вот если, например, сейчас вот хлынет, да, вот на рост? Сколько можно вообще сделать, обслуживать вообще так? Заявок на что? Вообще, ну вот. А обратиться сразу, да, 50 человек? Это не должно их аппарат там цело работать. Это их пропускная способность, нормальная. Я думаю, это должно быть. Просто все области, потому что неправильности краются. То есть нам нужно обращаться к депутату конкретно по округу? Да, по округу. Прямо проблему писать, сходить с депутатом зафиксировать все это дело, чтобы фотографии... А есть, да, на улице? Ну, как раз вот... Да я вижу, только Сыдовский ездит один. Смотрите, депутаты у нас вообще, ну, большинство все мобильные, да. Поэтому, по-любому, я думаю, кто позвонит, они приедут с вами в ваш опрок, сходят, посмотрят ваш дом, встретятся. Потому что это работа депутата, встреча с избирателем. То есть, значит, депутатик выборов не активизируется. И это все по-разному. Есть, кто постоянно работает, а есть те, у кого и не видно потом. Он уезжает куда-нибудь за границу. У меня только сразу вопрос. Такой вопрос, да. У нас был такой депутат, который жил в Лондоне в прошлом созыве. Работал там, да и у него просто появлял доверенность все время голосование. Ну, вот и все. Такие тоже бывают случаи. У меня такой вопрос по поводу, вот, хотелось бы, наверное, увидеть, наверное, каждому жителю, в каждом доме, какой-нибудь информационный стенд, да. То есть, действительно есть, ну, например, человек купил, ну, приехал из любого города, купил квартиру, он уже вообще ничего не знает, да. То есть, то можно как-то вообще пробить эту тему, чтобы были инфостенды в каждом подъезде, в плане того, что где нахуй, ну, то есть, кто ваш депутат, да, там, ссылочка там, для того, чтобы куда обращаться, да, например. Так же, если есть какие-то вопросы, там, касаемо жилищной, там. Ну, вот хорошая идея. То есть, чтобы, вот, на прямом контакте, там, да, звонить, что, да, чтобы подстегивать управляющие компании, чтобы они выполняли свои обязательства, которые они взяли. Идея хорошая, да, но это все зависит, от первых, от управляющей компании, да, повесить, там, такой стенд, то есть, они повесятся, либо с ними договариваться, ну, либо тогда брать и за свой счет вешать. Ну, либо депутат. Нет, там просто кое-нибудь где-то висят, да, но в основном там, я к чему, информация не поставлена. Да, ну, представлена информация, что, вот, ну, что там делала управляющая компания, там, да, то есть, перечень работа, да, все это замечательно. То есть, а вот, как бы, вот эти инструменты, которые могли бы, скажем так, немножко контролировать их, да, то есть, они, как бы, не перечисляют. То есть, вот, чтобы эта информация тоже была. А можно вопросик? Да, вот, вот мы до эфира начали даже разговаривать, что вы можете, депутаты, да, а что... Да не можете, вот, да. Нет, интересно. Основная функция депутата – это утверждение бюджета города. То есть, единственный момент, когда мы можем повлиять на администрацию – это утверждение бюджета города. Все остальное, все наши решения, это носит рекомендательный характер. То есть, администрация может, понятно, принять наше решение, либо не принять наше решение. То есть, пойти так или не пойти. Есть, конечно, нормативные акты, которые мы принимаем, допустим, благоустройство города, да, то есть, там, другие какие-то варианты. Вот, допустим, моя комиссия, я был автором проекта, это по реконструкции и строительству новых пешеходных дорожек у нас в городе, которые… самокате катаются. Вселенная посылает. Видите каких людей? К сожалению, денег в бюджете 3,5 миллиона у нас на это. А дорожек у нас уже 84 в списке. То есть, пока дойдет, мы так посчитали, до 84 дорожки этого бюджета, пройдет лет 10, наверное. А пока 10 лет пройдет, уже те, которые сделают 10 лет назад, они уже опять прибудут в него. что управление не хватает денег у нас бюджете то есть либо допустим депутат очень против я планирую бюджет есть такой правильный садит тоже против лично я потому что депутаты миска не считаю что есть их выбирали люди то есть не прошли выбора не какие-то программы они обещали людям что-то сделайте себя а вот все три с половиной миллиона у нас на дорожки депутатов вообще ну понятно вообще ни копейки нет денег депутатов зак собрания городской области им выделяется в год 10 миллионов на всякие хотелки то есть надо там школьный метод стекла вставить вставили надо там дорожки отремонтировать то есть у них есть ресурсы муниципальных депутатов ничего такого нет и вот как договорились администрации бюджет три с половиной миллиона на эти все дорожки да ну допустим есть у нас я планирую бюджет не выделяется 20 миллионов рублей 20 миллионов рублей в котором приходят просто люди с улицы которые захотели у тебя захотел сделать вот это приходит там сторонники голосуют и побеждает этот проект нужно заправить городу там есть более первостепенно дороги отремонтировать пешеходные дорожки сделать освещение провести что-то у нас бывает нет мы там поставим это каменные скульптуры которые не нужны это не верю очередная проблема да 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 то есть поэтому депутаты очень против они говорят дайте нам будет каждому по миллиону и мы каждом своем округе сделан начнем делать дела реально конкретно помогать людям но доказано да да достучаться до администрации ну это должен принять решение во-первых вадим и саварыч садовский ну и заполномочий да это сделать естественно можно ли там например 20 миллионов до выделяется можно ли как-то там например раз половине то есть мы понимаем что люди которые выбирают ну как бы предлагает из года в год да то есть не совсем всегда более такой популистский там там методика там ну просто это взять и сделать у меня на самом деле лучше экономическое образование да и я хочу сказать так много чего заниматьским бизнесом да но я на самом деле планирую свой бюджет да то есть я заработал там сто двести тысяч я например не буду там зайка покупать телефон да я точно знаю что мне надо вложить это наоборот бизнеса чтобы он обратился и возвращался я считаю что даже использовать эти деньги можно открытого рабочие места я так думаю что можно ну какой как вариант и эти деньги будут потрачены не зря потому что все-таки новые рабочие места то есть это деньги которые остаются в городе они потом все-таки аккумулируется и возвращать пускай больших там вот эти цифры но это хотя бы возвращается для кого-то это заглачь маленькая часть сожалению пока у нас так но нас пилотный проект практически единственный стране кудрина институт проводит особо лет уже три или четыре уже я думаю лет пять лет 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 потому что давно были хорошие нам здесь на проекта да но депутат внутренние да такое они против хотят говорить давайте могут учить деньги на реальные дела пусть вопроса насколько слепые люди которые живут в городе по сравнению с теми людьми которые непосредственно занимаются а что дучи слепых слайд того что видит ли они реальные проблемы или они видят только вот ну нас здесь смысл корректа задачка не любит то что вам стекается очень много проблем сигналов до разы вы понимаете целый как общий да действительно что нужно сделать сейчас прямо трубы реально горят то есть а люди которые думают оттуда до которых избирали или просто там приехали сюда смотрят ничего вы не делать да но у вас во первых мы сейчас понимаем что нет таких полномочий нет таких даже возможностей получается это раз то есть и вторых то есть увидите совсем по другому картину действительно так еще раз такой вопрос да насколько вот ну насколько люди вот например да они на все время пульска смотрите допустим нам приходит много информации до приходит допустим комент комиссия приходит нам надо поставить лежачих полицейских там кому-то надо поставить барьеры на много зонах кому-то там проблемы составляющей компании кого-то надо в капремонте перевести из очереди с конца вперед потому что у них там труба да там уже затапливается с пятого по первого этажа то есть разные такие вопросы кому-то остановку надо с удовольствием поставить надо найти компромисс между всеми вот этими людьми найти варианты решения чтобы все было хорошо но не получается так чтобы всем хорошо кому-то получается не выходит что-то сделано на дорожке город выделяет меньше денег потому что на трубу нам надо там низко миллиардов рублей что замените трубу по городу иначе вам город замерзнет как прошлом году у нас была ситуация что деньги выделили поздно ремонт и сделали поздно все мерзли там где тоже мерзли как и все этот но в итоге в этом году ремонт опять у нас деньги выделили выделили раньше но деньги будут освоены только до 15 октября то есть возможно будет холодно отопление уже опять не будет дано то есть вот эти вопросы глава администрации он первый решает эти вопросы депутаты могут рекомендовать главе администрации что владимир дониславович давайте надо не на допустим газоны тратить деньги а там дорогу заасфальтировать то есть он может нас либо послушать либо не послушать то есть вот наша такая функция но основная наша задача это принятие бюджета без принятия бюджета администрация не сможет работать создается рабочая группа опять-таки из депутатов и администрации там по четыре человека и вот они сидят все депутаты свое предложение хотелки так называемые говорят что тот будет мне надо построить детскую площадку все любит амена пешеходную дорожку буду говорить а мне там допустим массово на зарплате или озеленить кому-то на эту территорию администрации сидит говорит ну давайте ребята вот вам бюджет выбирайте что вы выкидываете а там у нас социалки на больше 50 процентов зарплаты учить и учителей наших воспитателей содержание школ все остальное и вещи которые связаны с благоустройством банка остается очень небольшая цифра выбирайте кого уберете естественно депутат сидит сейчас он скажет давайте социалки берем наши люди останутся без зарплаты скажет давайте уберем там созеленение значит у нас там меньше деревьев посажены или пустарников спилина там да и вот это такой баланс баланс компромиссов да по сути можно попросить по поводу идеологии у нас заниматься в городе вообще и идеология планчо вот у нас не смотрю город пивайте судя по последнему празднику для строителя у нас практически каждый второй вот у нас вот в каждом народе удавать у нас очень много приезжих я сейчас говорю про семьи с детьми и другие бутылки пиво стоящие вот такие стаканы зима приезжать это мы с утра бегаем я сейчас говорю о том что например местные маленькие магазинчики до везде на пиканы кроме алкоголя там ничего нет да то есть алкоголь и немножко там закуски какой-то вредный то есть вот с этим как мы боремся лучше с алкоголизмом разрешено идеологии на муниципальном уровне никто не занимается никто не занимается это важно это абсолютно важно пропаганда здорового образа жизни на том трансляции про ну пропаганду да и про деньги выделяемые на пропаганду мы говорили да и вот не можете озвучить сумму да какая пока добыча нас на пропаганду не выделяется не выделяется а на что но если брать у нас есть не наши градусов есть ств маяк там трассно-балтийский берег то есть на эти сми выделяется определенная сумма если нет то сейчас не помню порядка 6 миллионов рублей в год на содержание этих средств массовой информации региональные до 6 миллионов рублей так сколько интересного хороших эфиров записать вот такие одумали азируем бесплатно да 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 бесплатный эфир вот представляете если поддерживать вот такие вот команды как у нас до которые бы говорили о здоровой образе жизни но вот есть очень есть какие-то грантовые системы когда вы можете прийти подать свой проект он там сумма очень незначительные поэтому я бы все таки откусила но действительно не потому что мне хочется дополнительной квартиры нет тебе машину на просто нужна камера которая улетает квадрокоптер уже срочно в порядке так давайте немножко пару вопросов ответить надо должен потому что интерактивно что там так сейчас я на вопрос перейду ну тут вопрос я думаю что мы ответили да какая польза цвета депутатов что они могут например могут строить здесь мы как бы должны контролировать администрацию в их работе и направлять их деятельность ну чтобы вовремя приходили на работу нет у меня нет это должны внутри кадровых служб выполнить наша задача чтобы донести до администрации что хочет народ или чтобы администрации все-таки это делал детский сад детский сад мы можем заниматься проектирование вот это надо я почитаю алекс фокс написал и про горячую воду которая холодная и портал по какому принципу выбирает какие дороги нужно отремонтировать все же поняли что солнечно отремонтировали чтобы пустить пыль в глаза гостям города на фестивале ну и верёжник и фиг его там лучше бы героев сделали порталоны к врачам врачи сразу не врачи вообще депутатам какого отношения не имеют это фэмбар депутатам не городу все проблемы с талончиками с очередями это фэмбар потому что мы муниципалитет фэмбар 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 ведико-биологическая академия который занимается обслуживание находясь в москве сейчас есть попытка нашего нового главы муниципального зала Неванова наладить какой-то контакт в работе с фэмбар сейчас там и ульба к нам в город приезжал руководитель федерального агентства и они договорились что будут более тесно работать городской администрации потому что ну так что скрывать они могут не прийти на совет депутатов когда приглашают там да ну поэтому по фэмбар вообще ничего не может сделать поэтому мы можем только к нам приходит они были помогите пожалуйста там надо дорожку конца можно сделать врачам допустим квартиру депутаты понимая другая структура но если у нас не будет кардиолога в городе который там либо какой-то хорошего хирурга люди будут лечить но это будет еще хуже совсем плохо в гостинице вектории можно не может повлиять но в дорожке от ремонте как выбираются дороги из план определенный который формирует администрация и который утверждается это будет ли сайтам депутатов его просто из план администрации два направления раз допустим по еще ходом дорожки проекты мы разработали мы составили депутатом депутаты в своих округах поработали походили посмотрели жители что-то им подсказали мы составили первоочередной план шесть дорожек это который к школам детским садам которые наиболее дети безопасность детей а все остальные уже пошли по мере вступления и по мере жеребьевку ну честно больше пятидесяти заявок и и правда мы подрались за то что печатная ложка вперед вот смотрите вы наверное смотрите выступление президента до по четыре часа да вот это то есть ну президент наш разговаривает но с народным населением да и вот эксперты они говорят сидит по 1500 идиот и ни одного вопроса не задали они федерального значения все про какую-то херню вот мне вопрос такой какой бы вопрос вы бы хотели чтобы вам надо чтобы задали сейчас люди не про мелочи какие-то что-то глобальные вот какой бы вопрос к сожалению муниципальный депутат глобальные вопросы решить не может может вот именно за мальчик мы работаем на земле мы работаем с теми проблемами которые через сталкиваются каждый день не убирать в подъезде надо написать все жалобы управляющей компании технологии написал тяжелую управляющую компанию она тебе ничего не ответил тогда ты идешь уже депутата чтобы депутата было с чем идти в управляющую компанию и говорит ну-ка ребята давайте-ка работайте я не приду тогда и сделаю могут не прийти и сделаю тогда напишут жалобы еще выше то есть механизм такой но без первоначальных движений со стороны человека самого жителя если он никуда лично не написал не обратился не получил отказ не получил отказ мы не можем дальше нормально действовать если отказ тогда мы видим что это реально необоснованный отказ либо отписка какая-то очередная тогда мы готовы за это дело браться и помогать продвигать ну да вопрос такой тут про наших соседей или беже пишут да ну типа там много чего интересного ну и все сходится к тому что как бы совет депутатов выписывают главным там я скажу премии главный зам до премии там помощи это вообще технически невозможно технически это никак невозможно у нас есть еще раз повторюсь два человека который получает зарплаты это глава муниципального образования союз депутата гляне и глава материальная помощь главной честно не знаю надо в декларацию посмотреть они публику декларации свои нас можно желать но без того что предпринимательской деятельности заниматься ну я думаю поляка думал что 50 еще не заработал больше но возможно там премии секретные вещи дальше что у нас там в этом вопросе в этом же до вопроса да выписать запах у нас хочет глава муниципального образования не материальную помощь нет никакой материальной помощи это невозможно у главы администрации есть резервный фонд там порядка 20 миллионов рублей он тратит вообще по своему усмотрению мы сейчас он дым разница да сейчас хочу стать главой администрации и на самом деле там денег не хватит это как же много газа и они очень быстро расходятся на него еще куда-то приходится владимир саучи сократил себе фонд на всякие другие вещи они ушли поэтому я так мне такое ощущение что по поводу письма время мало муниципального образования он имеет право выписывать премию главе администрации какого работодателя и все больше никаких вот таких вот со стороны депутатов кому-то премии быть не нужно но это только да я вот смотрю что за деньги выделяется но мне часто последнее ощущение что мне кажется упала вообще проблема с подрядами организаций которые что-то делать сейчас беда большие вот у меня такое ощущение подряд их организации в такой ощущение что они подводят у нас законность сейчас который должен аукцион проходить и побеждать на этих аукционах сожалению не самый лучший у нас там неоднократно было когда допустим стадион на духовке победила компания это из чечни приехали денег не дали никаких задатков они еще не стали делать отказались аукцион другие там стали поэтому таких примеров полно то же самое компания века 2000 но до часу даже на кусок не доделать до коряло все делают где но побеждают постоянно на считается на такую берут за которую невозможно сделать качественно я начинал света 2000 работать занимался расселением персонал да давно это было в 2009 году тогда она была довольно хорошей компанией на самом деле не было просто приезжали не нет они работают хорошо тогда нормально сейчас видны персонал поменялся может еще что-то они которые делали пирсу на роботу нет нет они делали они давно уже работать просто вот сейчас этот кусочек очень интересный в районе где 1 дом дома строится а чего чего не доделать ну вот в районе где вот ресторан талисман находится там с этих вкусных выпечек реклама пошла там где он строится вот эти новые дома да там вот есть кусочек на правую каранталу да 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 немножко село там около светофора с правой стороны получается недоделанного дорога ну то есть диагональными делать крым это просто жмать смотрите ямочным ремонтом по городу занимается а там ямочной там они не сделают как будто кусочек я понял там кусочками заделанного либо асфальт трубить не хватит этого его не хватило где-то неделю назад не а если сделать какой-нибудь фонд чисто гаража чтобы 500 рублей скинулись если помочь администрации действительно нет нужно можете пожертвовать можете пожертвовать администрации а можно не просто пожертвовать она примерно какой то в городе никто никогда не жертвовали администрации поэтому пожертв берется например как делается просто подругого находится у меня хотитеacı сделать вы заключаете договор и делаете администрация с вами потому что совместный договор заключить но может им стать это понимает депутатам что нужно нужно для этого переходя к новым кандидатом 10 сентября кто может стать может абсолютно любой житель города достигшие 17 лет какие зло вреда еще запретом первое запрет это во первых чтобы ты был психически здоров здоров второй запрет возраст таких запретов нету то есть есть судимости какие-то ранее ты можешь стать депутатом но ты обязан просто будешь уведомить всех своих избирателей в бюллетене что у тебя была погашенная судимость может быть сейчас тоже много осужденных в городе освободившихся к риске может и проголосует все может быть может там когда-то ошибся потом все это бывает особых лодки в принципе переходя на бесплатной основе опечатана немного информация о будущих кандидатов у меня вопросы какие то у каждого человека могу прочитать что какая-то у них там биография конкретно программе я ничего не могу узнать ну смотрите во первых это бесплатная информация да и здесь очень небольшой объем очень сложно здесь разметить свою программу если программу хочешь как-то тезисно насколько она бесплатная вот если например на газету да сколько выделяется ну миллиончик наверно выделяется может побольше да честно не знаю но суть не в этом деньги с налогоплательщики берутся ну естественно сколько она не сложна бесплатная для размещения кандидата кандидат который смещен в этой газете конкретно они не заплатили ничего то есть если бы вы тоже были кандидатами у вас также должно на наших плечах вот она печатается печатается чтобы люди узнали за кого-то голосовал что тут есть очень маленький объем информации поэтому я честно даже не вижу смысла здесь что-то писать расписывать программу 10 написано в биографии это интересно нет это никому не интересно но какая ваша кто-то вообще вот ну ладно вот это вот помада ну дубок дубок в чем счет если к и смотреть как пара форм на пару-то вон да тут это лозунги вот это видно просто не знаю это как бы картинка да если мне станет интересно там один из кандидатов вот ничего не ссылочки никакого не телефонов до нету согласен топов во первых ссылку но я поняла что не кликабельная газета вода не кликабельная газета и кстати попытался найти каждого кандидата в социальных сетях но сейчас на самом деле это в тренде да когда например вы хотите заниматься с кем-то бизнесом да то сначала берут просто пресс-потреб до составляет пресс-потреб вообще о компании и в целом от сотрудника это как состоит заходится конкретным сотрудник директору заму там секретарю да и начинает анализировать чем люди занимаются чем они живут и тем самым составляет пресс-потреб я тоже пробежался по всем да то есть кандидатом да то есть кого-то я даже не нашел просто тут вообще просто не в одной социальной сети не представлены и группы поданы такие группы подписаны я знаю что один как бы кандидат он да ну состоит в этом школе пикаперов да то есть но это прикольно я наковырял очень много возможно после этого меня забанили вот я реально говорю то есть когда ты заходишь на страничку человека да то есть человек которая ну не то что там рвется просто он избирается вообще ни один кандидат не написал ну как бы кто-то написал там ребят голосуйте за меня поставьте лайк поставьте репост ребят напишите программу чего я хочу добиться да то есть вот я сейчас сегодня мы посидели до прослушали вот это восстановление да то с вот не дали краски там да не купили кисточки вот пошагово вот так вот именно потому что он сейчас вот пришел и внутри нам помогается тебе объяснять вообще чем занимается совет депутатов вот а здесь то я вот ни одного кандидата такого не вижу не наблюдая не был очень честно брал по тем кандидатам которые сейчас баллотируются я много лет занимаюсь уже до политиками надежной политики я знаю единиц из этих людей поэтому где они были до выбора для меня непонятно хороший вопрос задали а где мы были раньше да 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 есть допустим я екатерина лаврентьева да я и узнаю для длина нет я знаю лет пять лет это знаю она еще арку руси занималась организацией вот сколько я знаю слышал она все время занимается какими социальными проектами вещами думаю сами с ним какие-то проекты люди вроде бы участвовали совместные поэтому очень много людей узнают видят по крайней мере для меня это на слуху на слуху понятный кандидата дубок юрий дал его и узнал на прошлых выборах он баллотировался во первых насколько помню по этому же округу известен тем что в прошлом году когда вот это у нас случилась проблема с отоплением когда полгорода мертвого он он единственным тогда и шевельнул болото да собрал нам какую-то кучу подписей по 2000 насколько знаю с помощью людей отправил это куда-то губернатору правительство администрацию президента и в итоге там небольшую но сделали перерасчет администрация не собиралась делать никакого вообще перерасчет то есть ну чек что-то уже куда бы граунт за ним есть да сейчас он опять баллотируется ну может еще тогда набрал 23 голоса должно быть сейчас он уже вошел всех на самом деле кандидатов то у нас сейчас смотрят и вообще слышат если вы знаете если вы знаете кандидатов то передайте им привет и мы ждем на своей передаче до готовы со всеми согласно ребят приходите расскажите на поводу допустим терёжкин алексей единой россии руководитель исполком единой россии проводишь раки тоже на слуху до череда получается по крайней мере его люди знают кто там ветераны все остальные тоже с ним работают как бы его знают кто такой фунтов да и где он был до выборов к кроме как начальник служебного управления ларис я честно не знаю я как общественника городе не кто-то к ханова мария тут вот это принимать и принимать это я лично и вообще не слышал не видел я говорю по общественной части да то есть может быть нехорошие предприниматели там рабочие легко идут но точки зрения что они сделают для города какой-то уже до грамот ну 0 так честно киселёв михаил знакомая фамилия но честно не знаю что как у нас богу принес кого-то там нет переносил то есть они полезно спрашивали что вы делаете ну не у него заместитель ну давайте так не ну на самом деле ну смешно и смешно они кого-то принимают и мы даже снимали репортаж мы ходили в подвал снимали тогда вода льется что-то делает для меня партия в дпр ну такая аморфная партия то что они появляются только перед выборами между выборами их ну просто нету давайте дальше пойдем посмотрим шаров артем я сидя его знаю активист молодежь кисловеса активный парень в принципе поэтому ничего плохого не уж брат больше вот эти интересы давайте тут кто у нас допустим вернел свой город да я читал их программу но это просто они кого-то живут в этом городе вот такая платить но это значит во дворах ставится еще дом там еще что-то знаете магазин это как бы да вот как царная соток же до согнать всех в это если они просто сами из питера питере там все находятся колодцы нужны городе да поэтому не ребята явно тему не тупо подняли да и не актуально для города платительная застройка и то что они там делают но этого лично мое мнение да поэтому не претендуем какие-то но я считаю что не актуально еще кстати знаете вот такая молодого увидел есть тема где будут депутаты не подлежат призыву а мне вот интересно вот объявление да вот почему вот здесь маленькие штучки-трючки да а у кого-то а у кого-то здесь вот иди к россии прямо вот не вам это разные вещи мы с вами сейчас смотрим муниципальных а выбора нас там это у нас госдума то есть это у нас депутаты в государственную думу кандидаты вот чем дело у них объявление побольше и объявление побольше у них есть эфирное время телевизоре то есть местных нет интересного просто вот это не просто у раз это вот есть у них вообще может быть я думаю привлечение внимания но это не просто у разных но фамилия так понятно но это это ну это вообще же нет но она зашла по крайней мере в обратил на это внимание значит она уже работает технологии и другие там них это тоже кандидата в госдуму не к кузьмин и их нюк вот эти вот 10 сталинских ударов по капитализму я в шоке был я читал это спойлер партия коммунист россии спорте спойлер пози партии кпп то есть создаются партии со схожими названиями идеологиями летом чтобы отобрать голоса на выборах других партий есть принципе кандидатов то и не так много москву вот еще на грибах и пенсионеров давайте так адекватно смотреть у нас по области кого могут избрать нас основной там конкурент от получается наверно их нюк измин и там женщина еще из справедливой россии к жени и не помню фамилии весьма прошлых после выбора государственному она набрала стал второй то есть нарышкин вообще почему нас проходит чисто выборы на местный совет и государственному нарышкина избрали в госдуму и после этого президент назначил буквально в службе внешней разведки вместо освободилось и поэтому опять до выбора через местные выборы у нас сто летом сложнее ты депутата у нас ушло не могу понять знаете почему вот здесь есть люди до кругов сколько у нас 20 а здесь меньше народу да не все захотели видимо публиковать до сутневаться на все расчается здесь борьбы то нету правильно почему пап ну где-нибудь есть за округом 20 депутата сражаются где вот как давайте подумать такие посмотрите кто с кем появится здесь не интерес здесь но хватает назначать здесь у нас воюют если так можно назвать получается 2 вы и тело с кем по поставивский фунтов 3 от кандидата на на одном округе но и там еще есть еще директор какой-то управляющей компании баллотируется и и вот храм тоже точно то есть на один округ 4 а шесть человек 6 с ты зала больше эффективные да все остальные просто получилось кого-то не зарегистрировали просто человек выбирает там в общем уже знакомых там какие-то другие позиции то есть а то есть я считаю что мы начну депутатом вали меньше стало на три штуки умирать людей ну смотри давайте по порядку начнем первый депутат от кпрф не захотел сдавать декларацию доходах мудрый шаг и по закону в депутат еще крайне госслужащим если задаешь декларацию доходов то ты должен сложить это нам еще видеть в своих депутатах при решении снять не потому очень подавал в суд проиграл суды чтобы все вместо собаке 12 как раз в котором у нас все получается дубок и чушок написали вот куда вот и не написали маяк вы что ребята немножко так диспочеке игрок киселев и шаров вот эти три кандидата идут по этому округу по двенадцатому четырнадцатый округ 2 потом у нас одно место освободилось благодаря тому что наша глава муниципального пуляевский был избран депутатом загс собрания ушел туда сложился полномочия освободился девятнадцатого как у нас это лаврентьевая постолевский и фунтов хана дал четыре человека из этих представленных чувствую что в какой-то округ не хватит кандидаты и я по на самый самый маленький округ и самый последний депутат который ушел никитюк отдельная история почему он ушел очень сам сложился полномочия сам сложился полномочия и освободилось место буквально вот этой весной по закону если освобождается два места то должно проходить до выбора у нас три освободилось поэтому сам бог велел да сам бог велел на этом округе у нас два кандидата здесь представленных участие решкин и пару то на каком этом смысле там четырнадцатого четырнадцатого как это как раз рядом с вами здесь находятся отначили возле опору немножко чехолисты то что объявление ночью так что может быть это ваш будущий депутат это не ну пусть приходит почему нет как бы нам это чтобы действительно не задавать вот этот вопрос и да округе там да какие-то депутаты измирается то есть получается не все не верить не все граждане или салона часто романа круга вот это один момент второй момент хотелось бы чтобы информация о том что действительно вы собираетесь принимать какие-то решения до чтобы это было более наглядно надо чтобы как-то вот выставлялась людям не посмотреть ваша работа потому что как не почитаешь да то есть люди не до конца понимаем работа делается вообще все решения публикуются в каждой комиссии решения начинцев депутатов публикуется на официальном сайте у нас разбор . ру там администрация сайт там вкладка совет депутатов решение либо по проекты решений можно зайти посмотреть на вопрос когда посещение сайт вообще честно я занимаюсь сайтом очень редко бывает потому что ну всю информацию получаю в рассылках на бумаге все остальное мне там не очень интересно да не приобретает за бумаги есть врача но он не тоже просто сегодняшнюю действительность плане удобства и не читал что ты говори я смотрел не заходил на сайт администрации он как был как бы такой старый древний я считаю что неправильно там архитектуру на самом деле неправильно то есть плане даже вот ну как предоставлять информацию то есть не видно вы не видите проблемы мы не видят но если видеть что вот вот эта проблема вот она уже выставлена досок на нее там прямо флаг стоит вот этот вот эту проблему надо срочно решать как будешь я как решал кто-нибудь из этого и каждого чтобы дать в колесом ресурсе новым кандидатам написать свою программу выложить да то есть вот чтобы и все горожане всех жители города знали да то есть что вот это мой депутат да я не знаю может быть в каждом подъезде написать там не знали там бумажку что вот такой-то депутат отвечает отвечает на вопрос вот этого дома наши победа совет можно дать человеку который вот я решил до через год баллотироваться а кому засветиться вот что ему надо делать но вы смотрите потому что он у нас есть абсолютно разные люди да то есть вам что-то интересное вы ведете в видеоблог может быть этого будет вам достаточно для того чтобы люди поддержали вас на выбор вы скажете ребята я буду освещать каждый совет депутатов освещать все проблемы выносить там на ваше обсуждение может быть этого будет достаточно для людей чтобы а кому-то надо чтобы какую-то работу социальную все зависит от той аудитории с которой вы работаете там как люди решат и и вот и очень важно почему важно вообще ходить на выбор выберите в этом не того депутата приходит на заседание еще не приходит на заседание голосуют по доверенности то есть но для галочки там находится ну и решать проблемы ваши не будет ну допустим возьмем вокруг 19 где был дмитрий витальевич куляевский дамбу главы города он с всем всем помогал там другим старался этот новый вокруг сам разбит и так становится дороги разбитые все разбито то есть упадок лишь потому что у него не хватало времени на свой родной поэтому надо избрать рабочего депутата который и дорожки там будет и ремонтировать и переправить компании заставлять работать поэтому на больших выборах просто простой пример приведу 4 голоса 49 голосов и был бы решающими при выборе депутатов то есть каждый человек кто не пришел поддерживали тебя пришел голосовала там 300 человека за меня 303 все остановились депутатом а ты не становишься то есть мы при этом у тебя не пришло еще 300 человек а я всех стоит 300 привел то есть все и поэтому народ и не доволен как вот может какие-то признаки гадкого депутата есть как человеку чтобы подсвечивать это ты не знаешь пока он не сберется вот как вот замуж дал пока не женщине а вы семейный человек должен насколько получается четыре года три года три года . 2 года немножко осениться конечно вообще да то то есть ну так как занимаемся готовлением сайта да то есть у нас есть через интересный человек глеб анатольевич худяков вот он делает очень интересные сайты и он свое время помогал селькову александру делал мой сайт сайт вообще был обалденно отвечал вот просто реальной жизни вот сегодняшний как вообще должна листись работа депутата дали там кандидатами депутаты то есть с общественностью да и там есть на самом деле такая интересная фишка как рейтинг да то есть можно выставлять рейтинг каждому депутата в принципе за его работу тем самым вот этот рейтинг его можно и донести до до выборов да то есть это может быть конечно скажу так раз по мне стимулировать ответственно правильно да кто-то был где-то там за бугром да то есть и все это делали слышал вот такого не доводилось то что все-таки там он не видит вообще в целом проблему ну да ладно чем там какая-то там россии вот такие вот системы были бы интересны людям я считаю что масса вопросов бы отлетела бы сразу же настроился к журнаме ветераны не у дата люди нас смотрят в основном старшего поколения кто ходит голосовать на выборы они все-таки читают газеты смотрят телевидение депутатов которые работают но они не являются единородцами их по телевизору очень часто не показывают вот вот в этом то есть самая большая проблежа что она будет делать 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 но проекта никто не узнает а вот превращаясь к вопросу в социальных сетях да чек ничего не делаю дай будет вот ты ничего не делаешь а потом человек сделал какое-то мероприятие а ему бы ты показухой занимаешься то есть а как же тогда депутат и любой человек который что-то сделал должен донести свою работу всю ночь показухой то есть человек если сделал решил какой-то вопрос то ему человек только спасибо то это нормально если не показуха я думаю что нам нужно просто статус нашего канала поднять так чтобы человек который приходил когда мы брали интервью чтобы понимали что здесь мы просто так вот кого попало не приглашаем поэтому такой двоякий вопрос много очень тролли давно в соцсетях я очень контакт я читаю а смотрю другие соцсетям не особо пользуюсь но надо противно вот это смотреть когда просто чем видно то ему так вот говорят он вертится к это вот это вот еще вот так вот хуже да то есть ему говоришь черного и белый говоришь белый говорит черный то есть хороший вопрос сейчас подняли вопросом 3 за и хватает ли времени у депутатов заниматься до нас и непосредственным делом или они больше завязаны вот кто все сказал вот ходят жаловаться есть такой депутаты вообще не ходят жаловаться и так он никогда не слышал потому что во первых депутата место но нечего делить по-честному то есть да кто депутатом пошустрее пойдет говори быстрее договориться чтобы у него там клумбу поставили на 1 1 то есть все хорошо то есть но этот максимум интриги так вот эти мелочи взялась до того что граничный конфликтов не возникает у нас депутат в этом плане должен дружина там еще были вопросы давайте начать учить и люди уже скопать не кстати смотрит смотрится там вопросов были давайте может быть диска прямо с канал который может всех ход по поводу коммуникации капремонта еще раз повторюсь я уже там вкратце озвучил что работают я сегодня звонил как раз общался с венником он сказал будет закончить там три этапа у нас три участка они по-разному делаются очень последний участок будет отремонтировать до 15 октября мы не постараемся сделать это пораньше чтобы до топительного сезона запустить вообще денег надо порядка двух миллиардов замена всех коммуникаций с основным ворот в год выделяется из области не больше 30 миллионов на ремонт коммуникаций поэтому сами считайте сколько нам надо денег и сколько лет мы будем еще не это не не в этом поколении не в этом поколении нас это да к сожалению что есть федеральная программа но для меня большая такой вопрос почему администрация машины не хочет участвовать когда именно к нам раздеть и подтягиваются деньги какие-то я просто много ежу по городам по другим наши ленинградской области мне нравится еще 10 на как построен допустим везде поставили эти светодиодные фонари на счет программы везде поставили мусорный контейнер заглубленная который у тебя продвигаем мы даже приняли закон такую основном вот здоровье вот эти контейнеры прямо необходимы даже все валяется по дворам да особенно зато кстати у нас будет садовский мы с компанией которые в скингисеппе занимается установкой когда встречи надеюсь вы не слышите пожалуйста надо он на самом деле за выступает но к сожалению администрации такой механизм который вставляет палки к колесу даже говоря администрации а вот можно немножко позитива вот есть из проекта да прям прикольного что ну что прямо от людей на перспективу порадует есть такое что-то очень мне не знает вот скоро дается про все знают люди все что этот публикует снова скверы на то что на следующем году будет юбилей города и бери на не блея празднуется ленинградской области вот выделен огромнейшие там деньги какие-то на эти все мероприятия в дороге отремонтирована большая часть потом скверов будут построены не количество вокруг галактики герой в 5 то есть это все проекты бы есть другие какие-то глобальных проектов к сожалению нет волейбольный центр нашим мы постоянно тормозится да там лично фастом вмешивается но чего-то более такого крупного честно ну пока нет а для развития бизнеса вообще чем делать у нас есть же в городе этот бизнес инкубатор производством вознесено его ты будешь там уже дошел и отошел на дошел бы на часто многие люди занимаются вообще честно каждый раз вот когда стали не не запомнили что всегда его было то что он действительно когда он занимался тоже надо сколько иметь силу воли каждый раз вот идти и собирать людей обучать их там то есть заниматься ими денис в этом плане молодец молодец завидуем его активности мы просто понимаем как он находится только времени на все просто не больше знаете сейчас интересно как он справляется с такой с таким потоком критики потому что критикуют обновь всех критикуют да знаете критику не критикуют те кто кого-то ничего не делать ничего не делаешь про тебя плохо не мог сказать ну да бывает там косяки у всего работе поэтому человек зато старается пытается по крайней мере затем он как себя делим его назвали тоже на эфир мне понравился человек разговаривает грамотно человек понимает что происходит то есть это так кажется что он там шоу-мэн-топы да артисты да ничего подобного он очень грамотно тогда как раз по поводу кассу вам приходил и рассказывал очень интересно и по поводу того что какие существуют льготы программы всякие там различные для предпринимателей давайте посмотрим что еще есть по вопросам ну а мне какие то вопросы есть в этом году вся умная Россия будет устанавливать желтые перила и пандусы во-первых у меня России как я говорил уже нету давно мы из нее уже вышли год-два назад период пандуса мы продолжаем устанавливать мы делаем это всегда за свои деньги то есть если есть заявка мне пишут люди ну люди знают кто устанавливает да и в городе мне пишут либо личные сообщения либо пишут в группу каких-то я сам тогда вижу реагируют где чего как допустим в июне месяце мы установили два он в двух местах это на липовском 5 попросили для бабушки сна и перила установили да и на красных фортов 3 если мне не память тоже пандус период первый там подъезд дороги заезда то есть потихонечку сейчас две заявки есть мой этот на липовском 29 тоже там дедушка не может спуститься с этого с лестниц лестница крутая и машиностроитель два бабушка тоже пандус там нужен этому по мере возможности когда у меня есть деньги свободные там тонусе воде деда и на возрасте представила в принципе тоже можно пан каким образом можно поддержать если кто-то хочет помочь кому только рады будем работу берем там у тебя там кто хочет может металл купить и не заметал как бы просто сделаем людям там добро поэтому что честно когда все самые свои наклады получили понятно поэтому по мере возможности мы доделаем эти пандусы периоды в этом году в июне 2 было еще 2 весной мы ставили но и думаем поставим до 10 до конца ну чтобы понимали остановка одного пандуса пример находится там по материалу на три три с половиной все зависимости от длины тандыр металла ну плюс там все работа сварщика до 5000 рублей это сидел делается принципе на плана было нормально ну вот просто многие пишут там плане того что вот что он сделал как бы все привыкли чтобы вот мы выбрали да то есть и вот этот человек должен вообще сделать все на самом деле люди забывают что от них это зависит что они сами но вот возьми так банку краски кисточку если тебя вот это раздражает да ты не жди как кто-то придет и сделать возьми на маш если тебя не устраивает это уже об этом все молчат им всем все все равно хочется что сами сделаем даже желание до желания что-то на месте что-то сделать а мы не закончил без жалоб если вы раньше ничего не сделали чтобы в управляющей компании доставить работать то вот нам ничего не сделали допустим сейчас красных фартов 23 женщина там в социальных сетях написала это мой круг молодежи написала что проблема в подвале там трубы гнилые там фекалии по щиколотку там да то есть обращались управляющих компаний нет не обращаясь пошли пошел в адрес пошел раз проблема уже такая глобальная пошел туда к директору компании так и так пошли навстречу сделали да то есть быстренько золотали все написал заявление дальше пошли в работу то есть потихоньку да просто надо идти и делать до депутата но если у вас не будет обращений то есть если такие векстренные конечно там депутатом пойдет к трубе в колокола но если у вас там течет крыша в квартире вашей личной квартире то в первую очередь должны написать были заявление не позвонить даже они написать поставить входящий номер чтобы потом прийти с этой бумагой зафиксированы скажи что я вчера обращалась много месяц назад ответа так и не получил тогда мы дальше можем уже толкать и двигать все это дело без вашей инициативы мы ничего не можно озвучить какие-то контакты вашего именно к вашим избирательным потому что не каждый знает номер телефона да пожалуйста я могу свой телефон 921 982 39 18 николай панченко телефону доступен всегда один и тот же ли нас ними не на контакте тоже можно контакте можете найти написать ваш вопрос проблем и старались помочь решить неважно с моего округа не с моего округа даже в комиссии входит да вот председатель комиссии я должен со всеми работать буду только рад давайте куча куча вопросов да лечить шишки написал ох друг мой самый главный алексей привет алексей я отвечу на первый вопрос когда такой очень длинный почему там на выборах вы когда шли были против единая россия потом стали вдруг за единую россию да я сделано что побольше да я я еще раз говорю я был в единой россии в одиннадцатом году я вышел по договору не согласен мой сосновый бор здесь вообще не причем единая россия там единая россия на этот мы сосновый бор там просто меняется люди команды администрации я был администрациями сосновый бор это уже было давно да это было 13 год 13 год как раз 12 14 года как раз когда группа развивалась этот был я администрации там антон сегодня помню администрации группы вконтакте вконтакте дали на сосновый бор то есть и у нас вот во втором же тогда до вас еще и катерина во время тела тоже станет вам тоже можно вопросик задать почему там так народ то безбожно банит вообще у нас знаете на бане вы только числу слова писать радио честного по честного честного как есть все вместе сделали мы проделали амнистию делали делая несколько раз даже амнистию делали так надо за это выпить но смотрите есть разный контингент людей есть адекватные люди которые забанят кому на неделю кирпич мой огород я походу дело неадекватнее не конкретно я просто поговорю пример например это общее там уже каждый на сам себя смотрит есть люди которым говорят ты ошибся вот тебе там бал на неделю как это было раньше когда я был армином это писали людям людям я не помню я не писали скорее всего шмяк шмяк да они в комментарии даже можно комментарии оставить почему и открывающего чекина почему очень было много забанено те кто пытался матюгался то рекламировал да вот грубо говоря я вот люблю матюгаться есть контент который там где-то приемлемо это где-то неприемлемо такой-то контент да вот спрашивает а где пуговицы купить да вот это приемлемо контента если спрашиваешь какой-то это неприемлемо как вот где потом коров говорится не играть и когда не будем скакать этот получается кто-то рекламирует себя пытался один раз два раз третий раз то есть насколько можно а еще поэтому после типа этого тебе начинает говорить какой-то там г да там администрация все остальное не нравится тебе как бы иди создать свою группу там ты свои правила выставка у нас например да у нас нет проблем с этим у нас никто не пытается у нас новостная группа но если тут у нас никто не пытается засунуть рекламу вот так вот в ногу почему у вас потому что объективного группа самая посещаемая в городе сам в двух лист идет мне кажется на первом месте все-таки еще показ основу бог не просто держим и хотим чтобы она была по поводу тоже даже тоже рекламы да на самом деле вам где-то подавать даже в комментариях на самом деле можно поэтому вот он говорит там у меня жену забанили да я спросил спасибо за что забанили жену парня то потому что говорит на рекламу постоянно пыталась постить рекламировал свою группу этот человек не понимал что когда его удаляется общение раз удалили два с рекламы чтобы вы узнаете работать контакта вконтакте можно определенное число ссылок только сделать платных которые там рекламные там через тайну через рекламный директор как-то где-то недавно стало ограничения ограничения что то есть не все равно 50 вот этих ссылок от группы поэтому очень жестко сейчас это отслеживается если группа там забанят но ты никому на вот эти мы по этому принципу пошли вы создали по каждому до сфере мы создали отдельную группу мы создали групп по услугам отдельно по объявлению на разверт по работе отдельно и у нас нет проблем в новостной группе нас никто не спамят потому что все естественно домой это мы тащим вообще со всех групп контакты с youtube и инстаграма можно все это перемешать и выводить все это в контакты из контакта на сайт или очень но вообще абсолютно неважно то есть может быть руки со словом именно сделать такую группу именно по рекламе что люди используете у вас какое количество народу вам только дай этот но клич вот я думаю что все подпишутся ну по поводу рекламы да то есть на самом деле контакт уже дошел до той точки то что рекламироваться в каких-то либо группам да на сегодняшний момент уже становится не эффективно это связано с тем что контакт не показывает одно вот эти новости групп он все меньше и меньше показывает он все сводит тому чтобы показывать больше рекламу и сейчас вот я например занимаюсь рекламу так я только через рекламный кабинет то что он более эффективный то есть там сейчас нового фишек добавляясь поэтому рекламирует это и безопасно были сразу другие методы я бы рекомендовал вам как депутату создать свою страничку в инстаграм вот там просмотры вот например у меня сейчас есть инстаграм у меня просмотр одного поста в день две с половиной пищи честно я понимаю что там в ногу со временем да там все эти инстаграмы создают но честно я не очень люблю фотографии вот там все какие-то эти машины не менее очень я знаю что инстаграм за там то разном управлении просто аудитории там как сосновоборцев найти но это все занимаюсь как найти сосновоборца чем на грамма мало новая за просто лента да я скажу вот инстаграм там тоже есть реклама люди сами платят и продвигают свои записи да но в самый кардинальное отличие да вот именно ленты как контакта ты для ты инстаграма что в инстаграме ты увидел запись до поставил там она раз уже через но обновился она исчезает это запись добавляется как бы за новые записи вконтакте такого нет запись одной и ту же запись сидишь какой-то свалкой да я же хочу что-то новым и он начинает как-то внука надо и давать все мощи так здесь и дальше пишут штаб анусы там да не на пандушу за любые слова поддержки gear или вопрос просто смотрите связывать связывают у руководства группы стоят разные люди стоят в разное время да то есть после нас встали туда руководство люди которые поддерживают единая россия они поэтому писали хорошо про единую россию все кто плохо в единой россии они там видимо удалили да потому что мы ушли мы против и насилию почему что николай на самом деле во первых сделал свое время эту группу да то есть я не делал я не делал эту группу а я делал иван писарев а в тринадцатом году я присоединился к нему и занялась на стыке а родители то есть вот именно тогда то есть говоря пришли сбежала 100 человек сначала когда я уходил там уже было три с половиной тысячи человек уникально посетители в день то есть вот мы раскрутили плюс диалог диалог цены еще же есть проект поэтому давайте по вопросам для пандуса пандуса да я уже ответил активно ставили пандусы период подъезд домов и мне обещали ну так алексей обещание выполняем по мере наших возможностей и финансово что-то напоминаешь это я честно скажу у меня есть люди которые пишут спасибо в группах а есть кто не пишет новости на фотографии поставить это интересно пришло я честно скажу в принципе каждый житель там ну я так скажу можно винить кого угодно те кто что-то делает себя то не боятся обвинять да ты возьми там собирает опять человек скиньте там найдите там 10-15 тысяч и сделайте комментарии дальше дальше вопросом спрашивают что я сделал как какими заслугами нет нет вопрос у него так команда после что мы сделали за три года после города после выборов ну давайте начнем сначала первый такой очень важный момент который все-таки считаю заслуга это наши команды наших человек нет я скажу потому что то площадка которая появилась у нас на молодежной 22-24 спортивная детская это заслуга по сути наши потому что администрация ее убрала из бюджета и мы ее всячески отстаивали чтобы она опять появилась в этом бюджете и все-таки было построен площадка которая нам многофункциональная седых волос в администрации прибавляет но потихонечку да работаем с рабочей отношения с администрацией потом как комиссия мы приняли программу по дорожкам пешеходным то есть у нас теперь а я приточками укладываются дорожка то есть это делается стало где-то получше да я еще раз денег мало но постепенно это может быть увеличим это все дело потом мусорный контейнер из такие важные которые такие мы считают десятки проект интересные заглубленные мусорные контейнеры комфорту нам удалось продавить чтобы у него на территории поболее стали контейнер 50 контейнера должны были установить но к сожалению комфорт уже приказал долго жить и программа какая у нас зависла вот я надеюсь что завтра наша встреча пройдет когда с головой это как углубленные говори не как контейнер зарывается на 45 метров такая шахта в нем мусорный мешок такой огромный очень плотный подъезжает специализированная машина достает чехольчик к себе в кузов погружает то есть если кто хочет может посидеть в книге все у них во дворах стоят такие контейнеры сразу мне просто попухать и мне тоже нравится когда вот кузов гигантский стоит подъехал кузов увез новый привозу это немножко не то а это контейнер это более экологично то что меньше занимает крысы туда не лезут осадки туда не попадают то есть вам куча своих курсов чайки не разносит чайки не разносит ветер то есть нас самому сада дело в том что ну понятно мы туда вся кидаем я же просто новая какая-то дэнсайдер на плане того что как деле это мусор чтобы но опять же есть вот я был в испании недавно да там вот люди даже одежду то специально есть место то есть где-то куда-то обувь где-то обычная одежда то есть вот есть такие вот у нас выбора раздельный сбор на дараде дону у нас мусора вы не знаю вас не ватрика есть а так большое государство собирается сделать так чтобы пропагандировать там раздельный сбор мусора но объективно если мы посмотрим на эти вещи нас невозможно организовать раздельный сбор мусора пока у нас весь мусор который мы собрались надельной бутылки пластик и бумагу вывозят все равно потом в общем одно свалку на одно место на это все складывается а вот из федеральных мы разговариваем программу вот можно было бы достучаться в администрации чтобы все-таки внедрили вот в чем городе можно сейчас самая реальная программа которую я вижу первое благоустройство дворов наш двор медведев объявил программу и в этом году даже 30 миллионов рублей будет даже его прямо нужно то есть здесь нужна инициатива жители опять-таки заделать его то есть вы должны собрать собрание вашего дома говорят любой дом собирает собрание решает нам надо поставить детскую площадку во дворе провести освещение сделать тротуар прессуете все это на схеме голосуете большинством расписывайтесь за это дело несете в администрацию подаете заявку что просим вас включить нашу программу и после этого администрация направляет ваш проект уже в область на согласование и большинство всем согласует допустим в этом году у нас подсуетилась так несколько домов липовский 19 там председатель потом ленинградская 62 то есть они прошли сделали и в этом году уже будут выделены деньги чтобы отремонтировать тем кому-то дорожки кому-то будет на липус на 19 пешеходная дорожка будет за асфальтированная дорога вокруг там ужасно сейчас дорога такая посвящение пока там нет то есть есть механизмы есть еще один механизм но это механизмами сделать без депутата то есть можно организовать совет района и область выделяет миллион рублей в год на совет района на благоустройство опять-таки вы решили расширить парковочные места все собираетесь проводите собрание советская района решает что этот миллион утратим на парковочные места целевым образом тратится деньги из-за бюджета на эти вопросы это хорошая программа то есть но сейчас уже подзабы называется может прям уже закрылась то есть города которые успевают где-то подсуетиться кто до этого доносит почему никто не доносит у нас в городе первый раз между третьей сейчас но по поводу вот этих программ что по благоустройству дворов писалось в газете только активно да не читает в том что многие люди покупали новые телефоны да то есть основная масса сидит все-таки социальные сети там все какие-то различения сейчас вы стали уходить от сайта да но получается вот эта газета да то есть этот старый формат можно как бы рассказать рассказать об этом вопрос сейчас немножко стоит другом убрать вот это знаете действие посредническое то есть надо не просто рассказать отдать сразу же возможность то есть это я почему сайте они позволяют реализовать а сразу же возможно возможность например как вот регистрироваться своим телефонам своими данными да тут же принимает голоса не это голосование это было бы эффективно и сразу вот эта вся тема она бы закрутилась бы а получается человеком там же это обычной жизни то есть вообще не до этого да то всему он прослушал или прочитал и тут же забыл бы надо еще куда-то идти вот вопрос в том что вы может быть это сегодняшний момент реалии жизни таковы что нужно сейчас нам двигаться вот и применять информационные технологии которые позволят нам все-таки вот этот большой кусок времени который мы тратим там там почитать потом куда-то прийти а сразу чтобы была готовая возможность ну либо либо за проголосовать либо против то есть за то или иное решение я считаю что вот это было бы более эффективный эффективный тратил свое время даже не тратился используюсь вот и потому что нужно как-то все-таки технологии пробивать этот вопрос ну это я так если смотрят развивали в комментарии на комментарии что-то тут они плохо смотрятся даже полностью на девушке что-то не нарисовал написал так и там нас счет или сели кучу на самый главный так что-то по пандусам понятно какие засуды дорог да по поводу дорог допустим стал что сделать помнить проблему с этими с разметкой у нас в промо прошлом году мы сейчас не затрагиваем еще даже не затронули перекресток наш волшебный я обратился в прокуратуру прокуратура уже заставила администрацию это дело убрать все письма официально у меня есть то есть после их обращения эту разметку убрали тогда то же самое преступную разметку которая была незаконная потому что я не так согласовал и размер дороги по гостам позволяют такую разметку делать этот и таких момент очень интересных лежачий полицейский также писать прокуратуру и тоже только после решения прокуратуры они были приведены недавно подвозили подвозили одного человека который 10 лет заниматься разметкой по россии ездит он говорит иногда подходит милиционеры специально специально не бы дорожку так сделать но понятно что зарабатывать хорошо что есть это так санитары леса что-то у нас так нет потому что по комфорту да какой при нем какие инициативы за компетентом тут дорожки все возможные заработаем проект кстати мы по освещению города уже собираемся депутатов проблематику необходимо программа нас такая была какую роль он сыграл банкротстве комфортом да и что он делал даже не просто никакой пыталась сохранить не получилось по комфорту потому что у нас большинство депутатов за сохранение было потому что понимали что есть когда муниципальное предприятие на него можно хоть как-то воздействовать можно вызвать и директора и они сделают худо-бедно но они делали а когда это все в частных управляющих компаниях то сожалению депутатов на них нету никаких у нас есть собственник управляющих компаний а вот они крыма какие деньги пострадали честно не знаю даже техносто нету почему у нас подъезд не отремонтировал возможно все просто агентство не движется ситуацию с одной стороны касать мы думаем что человек до делал где-то работу взял построил мы же не знаем то есть а компания большая да то есть может они еще чем-то занимается может это строительство чего-то строительная компания а вот за счет плохо на счет жителей или за счет своих прибыли это уже вопрос не твой вопрос на самом деле плохая ситуация дальше сейчас зарплаты сотрудникам задерживаются мы рассматривали неоднократно зимой этот вопрос на контроль одержим наша комиссия рекомендации директора нанять каком-нибудь как креативного управленца который вы можете меня нанять сейчас и серьезно развалили на самом деле должны сложить комбинации приведите пожалуйста конкурс на которую каждый желающий может прийти бизнес проектом каким-то как он будет еще и у нас из того места где он сейчас находится потому что она туда попал в конкурсе лично мне не все равно вот я лично хочу принять участие сейчас никто не объявлял поэтому назначили представителя вас авто директор исполнять исполнить поэтому мы можем поднять этот вопрос на колесе очередной и посмотрим хорошо мне для того чтобы написать бизнес-план где наверно должен как-то изучить материалы проблемы да то есть когда цена в том где это где это можно не узнать ну только в самой организации отдадут или же кроме того вот давайте я не готовься ответить на этот вопрос потому что до 1 документация компании я узнаю вопрос такой вот сейчас насколько я знаю так а нету конкурс уже нам и мы хотели чтобы александр беряков участвовать сбор концерт которые мероприятия организая организовывает в бурбаре там можно сказать тащить вот и вент постоянно артиста что-то новое куда человек не кажется смог бы что-то сделать в плане привлечь народ и все и может и ремонтики бы пошли деньги пошли я знаете что слышал что конкурс уже проходил были конкурсанты свои проекты предлагали и якобы администрация становилась какой-то оперный певец который ходит серьезно серьезно который выступал с басковым там с разными людьми каким образом может но креативный человек поедет по миру он знает как не говорю что что-то новое кроме горьки такой никогда не а он до этого где-нибудь мероприятия я не знаю я пускай что-то что то скорее всего будет если вопрос немножко такой все-таки мы видим что человек с нуля с нуля предприниматель который вырос на этом он об этом все знает да то есть и он вот реально толкает год назад там там сколько уже поторопадать за него бардаун вода зараза плане проекта мероприятий загибался на частном просто отшлаги почему не только там то всегда они могут куда ездить наталья к пыловой то есть который проводит свадьбе там когда тепловую энергию город получит от болерной лаэс заражение плачет ее тсп со значительным нацелем при этом руководство тсп каждый год повторять что денег нет на ремонт коммуникаций у них нет вся надежда на областной финансирование которую явно недостаточно когда куда тогда тсп тратит деньги полученная перепродажа можно по поводу тсп от всяких тарифов все наверно уже почувствовали да что на протяжении последних лет тарифы на тепло у нас растут раз-два уясняю почему то есть в офисе живу лишний раз меня не губернатор мы так хорошо живем повысь нам тарифа на 20 процентов и так два года подряд в этом году в октябре планируется опять та же самая история кто-нибудь инициатор инициатор есть выгорит золотого дозрация между носят рассмотрение советов и страции такой вот распущенное понятие это как мистер садовский и его замы администрация только будут они руководят к сожалению да не но у них же есть какая-то причина это же мужчина говорят что нам тогда им стоит пола стопроцентная оплата населением коммунальных услуг не стоит клада то есть сейчас мы живем так что нам немножко датируют область немножко доплачены да но по факту это не могу я считаю что мы живем в городе ну атомщиков да у нас атомная станция под боком всегда это заметил энергия дешевая она приводит примеры когда говорят вот вы знаете а вот там владейном поле топят мазутом и у них цена вот такая а у вас основу бару вас вот такая ну для меня это вообще не будет сравнили мазуты и дешевые тепло электростанции опять же еще они хотят приравнять это все и делать единым по ленинградской области я могу ошибаться там но я так понимаю для охлаждения да то есть используется вода понятно что она замкнута там да в этом контуре есть но в любом случае чтобы энергию как сказать снизить температуру то есть ее нужно например охлаждать до охлаждать может другой водой получается нам не вернее не подожди о том что лес еще должна просто вот реально доплачивать что мы охлаждаем воду фактически нет серьезно закупали нет подождите получается нам везда я облачивать на ровно с ним вообще встала холоднее батареи должны к копеечку как бы там поменьше платить не этот вопрос уже немножко другом вот после каких-то странах я знаю что воду гоняю то есть как бы могу ошибаться то есть как бы вот и летом и зимой то есть как бы эти трубы которые дарут отопление то есть используют как кондиционер то есть летом зимой я погрел главный аргумент администрации по поводу повышения тарифов что нам оба издаст денег на ремонт теплотруб то есть но те копейки которые нам дают мы говорим пускай не тогда хорошо допустим мы пойдем поддержим повышение тарифов но будьте добры тогда дайте нам не 30 миллионов рублей дайте нам миллиард на рекорд реставрацию этих труб чтобы могли в городе хотя бы половину труб там за год закатать нет нам эти копейки дают такие подачки я считаю когда нельзя сделать какой-нибудь сбой вот какой-то на акцию сделать не прорвало тут прорвало подложили кинима сожалению такая ситуация что скоро это будет это просто на они уже в некоторых местах как фольга по толщине и к сожалению без комплексного замены по всему городу существует риск существует или зачастую голодов чтобы у нас рванет я надеюсь этого не случится по крайней самые проблемные места вот сейчас плотаются дырвите но специально их протыкать пальцем не будем трубы хотя в принципе если даже и подскажете и последний вопрос где именно и с кем сейчас работа него его колелось и воде с этого года мы просто принимать являемся занимаемся информационными технологиями трафиком криптовалюта вот сейчас пользуюсь да можно же про проверить криптовалюту можно кто-то не понимает просто не все знают что вы ведь на самом-то деле несколько криптовалют очень много очень много чешно это какие мощности используются вообще действовали на домах манин сервера где фирма на лавишите где фирма и почему они сверху они подожди и вопрос того почему подорожали видеокарт связано ли это с и конечно связано потому что очень большое число сейчас людей майнер криптовалюты разные особенно которые там новые с надеждой на то что он когда-то подросток биткойна предстоит огромных там денег поэтому китайские эти час карты очень популярны и все все очень очереди стоят на покупке этих видео карт мощные потому что это приносит бешене в видеокарту так что понимали вкладываешь в одну ферму 2000 евро она купается за полгода через год уже в плюсе на сто процентов потому что вложил то есть но пока достаточно интереснее по крайней год она еще по прогнозам мононитиков будет работать но это не касается депутатов на самом деле вот биткойна можно сказать вот это все это вот сейчас сама мне кажется адекватная валюта вот физики да ученые говорят нужно сделать не евро и не доллар а энерговолюту энерго рубль дала чтобы мощность энергии да она соответствовала чему-то потому что сейчас вот как в прошлом эфире до долларовая бумага у нас ходит ничего не подтверждено один живут на ученика спроса этот читал где-то может быть неделю назад по поводу криптовалюты что хотят запрестили запретить скажем так об обращении физических лицов чтобы они не то что обращение покупали и родовой спорный вопрос допустим некоторые страны такие как япония там они говорят мы легализуют новой зеландии тоже говорят что мы признаем официальной криптовалюты и чем больше страну как признавать тем она будет более не это наши тоже говорят я вам признаю признать но хотят запретить физическим лицам покупать и будут продавать как обычного доллар продается ну пока это не запрещено пока не запрещено так что это самое пользуйтесь успевать то есть люди которые купили на выборах 200 долларов сейчас они стоят четыре триста четыре месяца например в общем у каждого избирателя да есть компьютер в принципе он захочет поддержать депутата своей производительной мощностью вот можно обратиться централизована так ну что есть еще в рифтовалюту впустить на дорожке дополнительно не не поступал никаких вопросов еще давайте вопрос и в общем увидел подведя чёрка какой-то давайте посмотрим дмитрий дмитрий который да болит можно можно задать пожалуйста просто люди немножко путаю да как бы веру вот и церковные догма вот эти все да то есть у меня такое ощущение складывается что церковник они навязывают совершенно другие ценности последнее время у меня хороший друг говорит что где где на церкви это последнее место где есть бог так говорит часто но не знаю давайте так просто может разделить церковь служащий церковь то есть я как для себя я православный я хожу в церковь но я не хожу там к батюшкам ко всем остальным потому что не верю не нужен посредник даже посредник дал здесь я есть бог то есть я сам могу прийти поставить свечку я пришел что мне понравилось я был в финляндии да то просто заходим должны было интересно очень все по-простому и ты подходишь там вот у нас же как получается человек который продает свечку да то там например есть просто свечки вот ты можешь подойти если у тебя нет денег ты просто поджигаешь если ты хочешь ты просто даешь там на храм все очень просто и действительно такое ощущение как бы чистоты простоты вот я вот ощущал вот именно там да то вся как приходишь все аккуратно там да так как его не вам какой вам такой 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 такой-то про обращение прайс просто мы высовываем то есть я считаю что как-то к сожалению наши церкви очень облагаются налогами плюс поэтому все еще много но они не были они не были на ком-то эфире сказали то что за 25 лет правления после перестройки дал построена больше храмов чем но уж по показать это же и пропаганда своего рода и управление почему я не верю в институт церковный точнее церковная церковь я верю не верю всяких церковных служителей потому что вполне так отличить который должен быть скромным зачем вам эти там мерседесы такие дорогие машины яхты и все остальное на которых есть золото допустим это антураж определенно историческом носки стоит 5000 ну я этого не знаю на не знаю когда показалось в интернете так развиваете всякие послушники ездят там панамерах врезаются там куда-то но как бы это большие вопросы возникает ну не только вырезается брызгая алкоголем из каждой поры кожи к сожалению да вот в эту проблему как бы современной церкви отличному было тогда я хорошо такая фишка но в этом хотят вывести battle с попами не против как бы это против каких-то там исполнителей рэп исполнители есть такая тема хобби поговорим будет там брать зачитывать на церковь да 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 там любитель вот а самый главный трис это у нас как не взором дороге который 600 секунд все хорошо что давайте заканчивать немножечко и пару слов вот к людям пожелать что вообще да я желаю всем с основоборством во первых быть более активными приходить на выборы 10 сентября именно проголосовать за кандидата который будет отстаивать ваши интересы да потому что если вы не выберете то потом можно написать уже сидя в интернете что власть там ничего не делает нас никто не слушает да можно быть диванными войсками всю жизнь и при этом оставаться жить в таком состоянии а можно прийти выбрать людей которые будут решать вопросы когда вы будете позвонить им да напишите им вконтакте и оперативно это все будет решаться каждый голос реально важно приводим пример что четыре голоса денис поничев не исполнит убил четыре голоса на единорусу победил на четыре голоса катер нас там лаврентьева проиграл когда 20 голосов единороса который прошел по четырех который снялся то есть каждый голос реально важен и допустим вы посчитаете что я дома останусь все равно ничего не решает все решает потасовок никаких нет вот реально каждый голос без него никуда не бойтесь ну а я хочу тоже да пожелать всем успехов да и не забывать то что нужно управлять не только социальную активность но и самостоятельно не дожидаясь там что тот депутат или не тот депутат который выбрали да за вас что то сделать вы должны сами это делать потому что ваши подъезды убивается не депутатами убиваются лично вами поэтому все зависит и все ну как все ваших руках поэтому взяли кисточку вот прямо после эфира взяли кисточку баночку краски это недорого стоит там две тысячи рублей я считаю что это не проблема чтобы выделить хотя бы покрасить два этажа что это разве дорого то есть в нашем нет недорого вот и обязательно проявляйте социальные я бы хотел поблагодарить нашего гостя еще раз я пока как бы попросить озвучить телефон 921 982 39 18 звоните спасибо кто участвовал кто писал вопросы комментировал очень благодарны что спасибо за внимание обращайтесь сюда и если кто-то еще из депутатов или из приближенных хочет поучаствовать мы всем рады принципе бесплатно придите время 10 числа еще есть правильный до успевать все спасибо пока так стоп